На территории России, как и на плато в Гизе, как вы знаете, находится множество полуразрушенных пирамид. О них мы рассказывали в предыдущих выпусках, как к слову и многие другие. Но вот сегодня хотелось бы обратить внимание на менее известные, но все же довольно интересные пирамиды, которые находятся в Перу. Кто и зачем их здесь построил? Чем они интересны? И хотя они схожи с египетскими, чем они все-таки от них отличаются? Выстроены они так, что даже сами ученые, бегая с огромной рулеткой, используя специальные приборы измерения, поняли, делали это искусные строители. Так что же это за пирамиды? Разберемся далее. В Перу перуанская часть горной системы высока, широка и делится на множество разделенных долинами, условия которых напоминают Тибет параллельных хребтов. За горами же засушливый климат сменяется влажным и начинается сельва, зеленый ад. Вообще само Перу это приморская полоса пустынь, узкая на севере и становящаяся все более сухой и широкой по мере продвижения к югу, к знаменитой своей безводностью Атакаме. Но самое интересное то, что эти самые пирамиды находятся немного южнее линии экватора, но все же в том же районе, плюс-минус. Об этом мы уже и упоминали в прошлых выпусках. Так вот, данная пирамида является высочайшим памятником древней архитектуры. Ее высота составляет 18 метров, но это сейчас, а в прошлом, когда она была целой, скорее всего ее высота была намного больше. К слову, до сих пор ученые не могут понять или даже разобраться в том, какая высота была там в действительности. Но еще один немаловажный аспект заключается в том, что сама пирамида просто зверски разрушена. Рядом в шаговой доступности валяются многотонные каменные блоки. Их раскидало, словно пушинки. Как это понимать? Кто мог сделать это? Тем более тот факт, что сама пирамида, она там к слову не одна, была создана просто удивительным образом. Ее грани идеально симметричны, что говорит об идеальном мастерстве ее строителей. Как вы знаете, комплекс древних пирамид на плато Гиза, пригороде Каира, современной столицы Египта, находится на расстоянии около 8 километров по направлению в центр Ливийской пустыни от старого города Гиза на реке Нил. Так вот, крупнейшая из египетских пирамид – это якобы древнеегипетская пирамида Хеопса, пример архитектурного искусства древнего Египта. Первая и единственная из семи чудес света, сохранившиеся до наших дней, и самая древняя из них. Ее возраст оценивается примерно в 4500 лет. Но так ли это на самом деле? Сейчас высота пирамиды Хеопса равна 138 метрам, однако изначально она достигала 147 метров, что можно сравнить с 50-этажным небоскребом. Еще полтора века назад она была самым высоким сооружением в мире. Только в 1880 году ее превысили две надстроенные башни Кельнского собора на 20 метров, а в 1889 году – Эйфелева башня. Вы представляете масштабы? Так и пирамиды в Перу были такими же, созданные неизвестными строителями перед Великой Катастрофой, и их остатки стоят до сих пор. Многотонные каменные блоки, а тем более основания, были каким-то образом созданы. И тут, в отличие от пирамид Гизы, совершенно непонятно, каким образом они были возведены. Не осталось никаких фрезок, ни одного упоминания, в отличие от Египта. Кто, а именно как, таскал и передвигал, а затем укладывал многотонные блоки, неизвестно. Непосредственно рядом с пирамидой было обнаружено странное древнее сооружение. Оно выглядит в форме идеального круга, но не похоже на амфитеатр, какой есть во многих древних городах, и не похож на тот, который мы снимали в Екатеринбурге. На этом фото видно, что к так называемому кольцу подходит некий дренаж, который, скорее всего, использовался для слива в него воды. Он шел сверху самой пирамиды, но внутри нее были обнаружены практически идентичные ходы и перекрытия, чем собственно и обладает Великая пирамида Хеопса. Да и взгляните на пристройку к этой Великой пирамиде. Она выполнена совсем из других камней, которые явно не соответствуют тому масштабу, которым и возводились те самые пирамиды. Это пристраивал уже явно кто-то другой, сами египтяне. Но кто их строил до этого? Как вы помните, существуют древние египетские зарисовки, которые указывают на то, что блоки отдельно заливали, формовали и относили к самой стройке. Но посмотрите на человека, который и несет эти самые блоки. Он несет их один, и причем по два. А теперь давайте посмотрим, какое соотношение в данный момент этих блоков с современным человеком. Оно явно разнится. Так вот, может и здесь дела обстояли тем же образом? Те же пристройки из маленьких камушков, те же многотонные блоки, которые обычному человеку, да и тем более в то время, поднять не под силу. Как это понимать? Почему ученые сами не разбираются во всем этом, ведь им за это платят? Вообще эти пирамиды в Перу мексиканцы называют Уака. Самая крупная из них Уака-Ларга, то есть в переводе означает «длинная пирамида». Ее длина составляет 700 метров, при ширине в 280 метров и высоте 30 метров. Все они построены из необожженного глиняного кирпича. Находится Тукуме в долине Ламбайек на северном побережье Перу, примерно в 33 километрах северо-восточнее городка Чиклайо. Координаты я выведу на экран. Но это под большим вопросом, так как люди, бывавшие там, говорят о том, что при ударе облок чем-нибудь металлическим раздается странный звук, который не свойственен тем объяснениям, о которых нам говорят ученые. Видимо, их строили те же люди, что и построили великие египетские пирамиды. Но самое главное поражает то, что рядом с Каирским музеем стояла стелла, на которой по расшифровкам ученых из России было написано о том событии. Дословно сказано, что в те времена начал лить дождь, и по земле пошла большая волна. Но что они сделали? Они замуровали эту стеллу в саму стену Каирского музея, дабы уберечь ее от посторонних глаз. Вы представляете себе такое? Что касается этой жидкости и ее стекания с пирамид, то об этом примерно рассказывал Скляров. Он обнаружил у подножия египетских пирамид похожие строения, которые говорят о схожести данных мегалитических ансамблей. Даже сам Геродот говорил о том, что все это дело рук не нашей цивилизации. Мы как будто пришельцы на этой планете, потому и не уразумеем всех принципов ее работы. Но кто-то же и когда-то знал, и этот кто-то навсегда ушел. Но куда? Об этом история умалчивает. Но мы с вами можем об этом догадаться. К чему все эти круглые озера по всему миру? К чему оплавленные стены в Сибири и на Урале? Да и не только. Видимо, все это ведет к одному и тому же, о чем мы с вами поговорим в следующих наших выпусках. А у меня на этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайк и до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok